МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Юрган программа КРИК. Криминал и комментарии в студии Таисия Шляхтина. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Протоптанной тропой маньяк в Кайгородском районе нападал на женщин на одной и той же лесной дороге. Пир после разбоя. Оборвав два продуктовых магазина, налетчики устроили застолье прямо на месте преступления. Посылка со спайсом. Пять юношей из столицы Коми наладили сбыт курительных смесей, которые им доставляла транспортная компания. В Сыктывкаре при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок. Авария случилась вечером 6 июня в Эжинском районе. Водитель ВАЗ-2109 врезался на перекрестке в автомобиль Лада Гранта, в котором и была трехлетняя девочка. Она была пристегнута детским удерживающим устройством, но все равно получила травму головы. После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Владелец автомашины был установлен, который несколько позже написал заявление об угоне своей автомашины. Но сам водитель автомашины Лада Гранта опознал во владельце, именно водителя, который находился за рулем автомашины в момент дорожно-транспортного происшествия. В момент задержания водитель Девятки наотрез отказался пройти медосвидетельствование. За подобное правонарушение 32-летнего сыктывкарца уже привлекали к административной ответственности в мае. Однако мировой судья еще не рассмотрел дело нарушителя. Поэтому и прав его пока не лишили, и штраф не наложили. За второе попадание наказание должны усилить. Серию нападений на продуктовые магазины совершили три безработных жителя Сыктывдинского района. Сначала они влезли в продмак села Пашга и подожгли его, заметая следы преступления. Продолжили преступные похождения уже в соседнем селе Лозом. Путь в одну торговую точку преградила надежная стальная дверь. Проникновение в другую попытался пресечь сторож, но налетчики его сильно избили, а затем отпраздновали успешные дельцы прямо за прилавком. Репортаж Евгения Ракина. В ночь на 1 апреля в Сыктывдинскую полицию позвонила женщина-предприниматель из села Лозом. Она сообщила, в ее продовольственном магазине сработала сигнализация. Муж пошел выяснять в чем дело, но обратно не вернулся. Дежурный отправил на место происшествия экипаж ГИБДД. Зайдя в торговую точку, автоинспекторы окончательно убедились. Это не розыгрыш, а настоящий разбой. По прибытию на место преступления в магазин села Лозом сотрудники ГИБДД застали на месте преступления троих местных жителей. Кроме этого, зайдя в магазин, сотрудники ГИБДД стали свидетелями того, что сторож потерпевший лежал в магазине на полу связанной. Также на нем были следы телесных повреждений. После этого сотрудники ГИБДД вызвали на место следственную оперативную группу. Били мужчину не только руками, но и монтировкой. Кроме этого, изощренно пытали. Поджигали газовой зажигалкой. Пьяные налетчики сидели за прилавком, пили пиво и закусывали. Безработных 25-27-летних парней задержали. Двое все отрицали. По словам третьего, перед тем, как вломиться в этот магазин, они пытались проникнуть в другой продмаг неподалеку. Но металлическая дверь не поддалась. Сработала сигнализация, и они сбежали. Испажги в Лезен добирались на рейсовом автобусе. А сутками ранее они воровали торговую точку в родном селе. Похитили водку и закуску. По версии следствия, злоумышленники проникли в магазин. Похитили продукцию на общую сумму порядка 9 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, похитители подожгли помещение торговой точки. Предварительная сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей. Злоумышленники подожгли с помощью бересты по линии цудров в мини-котельной при магазине. Когда пожар был потушен, определить однозначно причину возгорания специалисты не смогли. Проводилась проверка. Налетчики раскрыли себя сами, когда, окрыленные успехом, решили продолжить криминальную серию. Стоит также отметить, один из задержанных к тому времени уже привлекался к уголовной ответственности за кражу из частного дома. Теперь за серию преступлений сельскому трио грозит реальное лишение свободы. Размер наказания предстоит определить суду. Три упаковки духов похитила покупательница в Сыктывкарском парфюмерном магазине. 25 мая 21-летняя девушка в компании молодого человека и ребенка гуляла в центре столицы в районе так называемого кольца и зашла в магазин «Литуаль». Только на первый взгляд это был обычный семейный шоппинг. Девушка незаметно отклеивала магнитные чипы и складывала упаковки в пакет. Молодой человек тем временем следил, чтобы все это не увидела охрана. Похитив несколько флаконов стоимостью больше трех тысяч, молодые люди направились к выходу. Момент кражи дорогого парфюма зафиксировала камера видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток личность была установлена. Ею оказалась гражданка 94-го года рождения, ранее не судима, но неоднократно привлекавшаяся за совершение мелких хулиганств. Теперь послужной список молодой особы пополнится еще и кражей, а значит и уголовным наказанием. За криминальную любовь к французским духам ей грозит до трех лет лишения свободы. Верховный суд Коми вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю Кайгородского района Сергею Новоселову. Сельчанин признан виновным в покушении на изнасилование и убийство на проселочной дороге возле райцентра. Наталья Литкевич выяснила, а эта тропинка уже не первый раз оказывается криминальной. Расскажите нам, что когда произошло и где? С 1-го числа дороги с Кодина на Кайгородах, на дороге КПМК, совершил преступление, правительное убийство. На этих кадрах оперативной съемки обвиняемый Сергей Новоселов подробно рассказывает и показывает, как средь бела дня напал на пожилую женщину на тропинке, которая соединяет райцентр и поселок Койдин. Инцидент случился в конце июля прошлого года. По словам фигурантов, в тот день он был на работе. Ближе к обеду, вооружившись молотком, вышел на тропинку. Увидел одиноко идущую пожилую женщину. Подбежал, ударил по голове, оттащил в лес. Изнасиловать оглушенную ударом пенсионерку мужчина не смог. Разозлившись, он вновь ударил женщину по голове молотком. Убедившись, что жертва мертва, он попытался спрятать тело. Орудие преступления выбросил в реку, затем вернулся на работу. Тревогу забила на следующий день сестра пропавшей без вести. Таня отвечала на телефонные звонки. Сотрудники полиции выехали по месту жительства, чтобы установить возможное местонахождение данной женщины. Когда были исчерпаны все возможности ее поисков, найти живой ее, то есть сотрудников полиции и по информации, которую могли бы получить от жителей, было сношено, пошла по дороге именно вот этой к месту работы. Неподалеку от моста через Сысолы в кустах, накрытой полиэтиленовой пленкой и засыпанной ветками, лежало тело пропавшей пенсионерки. На голове были видны следы сильных ударов тупым предметом. Было установлено, что к совершению указанного преступления причастен житель села Кайгородок, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение насильственных преступлений, в том числе против половой свободы и неприкосновенности личности. Оказалось, раньше подозреваемый уже дважды нападал на женщин и именно в этом месте, на роковой тропинке. Первый раз в 2005 году он просто избил жертву, второй раз нанес удары и изнасиловал, в этот раз и вовсе убил. Отрицать причастность к гибели пенсионерки рецидивист не стал. Рассмотрев собранные следствием доказательства, Верховный суд Коми назначил Сергея Новоселову 21 год лишения свободы. Причем первые пять мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил. В Кнешпогодском районе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, который под предлогом разведения крупного рогатого скота похитил из республиканского бюджета 300 тысяч рублей. В ходе следствия было установлено, что в 2013 году начинающий бизнесмен из Емвы подал в администрацию района документы для получения субсидий в рамках целевой программы развития экономики. Предприниматель планировал построить ферму в поселке Турия, закупить поголовье и трудоустроить около десятка человек. Тем был заявлен бизнес-проект по факту развития крестьянско-фермерского хозяйства, то есть преследовал абсолютно благие цели, защитил этот бизнес-проект. Данный бизнес-проект предусматривал сверхприбыли, то есть от вложенных 300 тысяч рублей ожидалось приблизительно получить прибыль по трем годам чуть ли не 11 миллионов рублей. Однако денежные средства, поступившие на расчетный счет предпринимателя, путем изготовления поддельных документов, подтверждающих его отчет, на основе которых он якобы произвел целевой расход. По факту денежные средства были просто похищены. 300 тысяч бюджетных рублей предприниматель на объект так и не потратил. Теперь Емвенцу грозит уголовное наказание за мошенничество. Отметим, в Книжпогодском районе этот эпизод хищения госсубсидий уже далеко не первый. Ежегодно возбуждают 3-4 таких дела, но чужой опыт, похоже, никого не учит. Пять циктовкарцев сели на скамью подсудимых за незаконный оборот наркотиков в составе группы. По версии следствия, молодые люди год назад пытались организовать в столице Коми устойчивый канал сбыта курительных смесей. Метод распространения уже всем известны и закладки. А вот способ доставки в регион необычный. Посылкой с помощью транспортных компаний. Этим парням наркоборцы не дали расправить крылья. Репортаж Эдуарда Гушуева. Это кадры проверки показаний на месте одного из фигурантов уголовного дела. Он рассказывает следователю, как его приятель кинул закладку под балкон обычной пятиэтажки. А это уже кадры оперативного наблюдения сотрудников наркоконтроля. Четверо юношей, которые учились в 11 классе, попали в разработку в конце апреля прошлого года. На криминальное занятие их подбил 24-летний приятель. Он связывался с оператором одного из интернет-магазинов, получал от него указания и зарплату. Он заказывал реагенты, которые отправляли Сыктывкар обычной посылкой через транспортную компанию. У них товар поступал из города Москва. Мы задержали, когда они получили посылку. Полностью отследили, куда, на какой адрес пришла посылка. Посылки приходили, и вообще вот мы задержали. Интересно, резиновая лодка. И в резиновой лодке вот это все вещество находилось. Целая новая лодка, просто там была она так упакована, закамуфлирована, что если даже открыть его, так посмотреть, его не увидеть там. Вместе с порошком лидер передавал юным подельникам купленный табак, который эти смешивали, фасовали по пакетикам, а затем распространяли по городу. Прятали закладки в самых обычных местах. Для крыжащих я достал пластырь и пакетик с курительной смесью, незаметно оторвал, приклеил, приклеил к каналу. И все. После получения очередной партии спайса, часть успели расфасовать в 150 пакетиков. Этот дурман до потребителя не дошел. После месячной разработки, установив всю цепочку фигурантов, наркоборцы их задержали. Молодежь стала сотрудничать со следствием. Согласно предъявленному обвинению, данная группа лиц действовала на протяжении с января 2014 года до момента задержания. В ходе следствия задержания было изъято более 240 грамм вещества, которое, согласно экспертизам проведенным, являлось наркотическим, а также аналогом наркотических средств. Еще вчерашние школьники оправдывались. Дескать, ходили с ребятами просто за компанию. Я сам ничего не ложил, закладки не делал. Можно даже так сказать, в руках этого не держал. В руках не держали. А какими-то иными способами? Какими-то иными способами? Ну, вот, возможно, создавал массовку. То, что, ну, как бы мы же ходили, получается. Но, получается, иногда, может, оглядывался. Он как-то помогал делать закладку или нет? В смысле? Какую-то помощь, содействие оказывал он за закладки или не оказывал? Ну, смотрел, есть ли рядом люди. Несмотря на, казалось бы, малозначительную роль, ответственность за сбыт наркотиков будут нести все. До суда их отпустили под подписку о невыезде. Но, учитывая жесткую судебную практику, особенно в последние годы, условным сроком эти юноши вряд ли обойдутся. Программа «Крик. Криминалы. Комментарии» подошла к концу. В студии была Таисия Шляхтина. Все подробности этого и других выпусков программы на нашем сайте yurgan.rf. Очередной обзор криминальных событий региона смотрите в четверг. До встречи на телеканале Юрган. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова